Дорогие друзья, у нас сегодня очередная лекция. Это у нас по такой лекции у нас редко бывает. Это связано со здоровьем человека и называется охрана труда и здоровья работника как фактор повышения производительности труда. Это Денис Борисович Дегтярев, он медицинский работник и он сегодня нам читает эту лекцию. Денис, пожалуйста. Добрый вечер, уважаемые товарищи. Сегодняшняя наша лекция посвящена практическому аспекту охраны труда и здоровья работников как фактора повышения производительности труда. Чем связан выбор темы для лекции? С одной стороны, с низким уровнем производительности труда в современной России. Мы отстаем от Соединенных Штатов Америки, по последним данным, в 3,5 раза по уровню производительности труда, от Великобритании и Франции где-то в 2-2,5 раза. И до сих пор мы еще не достигли уровня, который у нас был на начало 90-х годов. То есть уровня, так сказать, позднесоветского уровня производительности труда. А тогда производительность труда составляла где-то 65-70% от Соединенных Штатов Америки. Это, с одной стороны, мы знаем, что низкая производительность труда, так сказать, создает неблагоприятные условия не только для нашей экономики, но и для жизни наших граждан. С другой стороны, состояние охраны труда, состояние здоровья работников современной России также оставляет желать лучшего. Более 30% работников современной России трудятся в опасных и вредных условиях. На конец 2013 года это 32,2%. Высокий уровень производственного травматизма, смертности на производстве. Высокий уровень профессиональной заболеваемости, который продолжает из года в год только увеличиваться. Вопросом охраны труда и вопросом здоровья работников уделяется недостаточное внимание как на государственном уровне, так и на уровне отдельных работодателей. И, к сожалению, охрана труда и охрана здоровья работников также не стала еще приоритетной задачей профсоюзов. То есть работников, объединенных для защиты своих интересов. В своей сегодняшней лекции я постараюсь рассмотреть, вернее продемонстрировать, каким образом увязаны все эти моменты, то есть состояние охраны труда, состояние здоровья работников, как это связано с производительностью труда, и каким образом работники со своей стороны могут повлиять на все эти моменты. Что такое производительность труда? Производительность труда – это плодотворность, эффективность человеческой деятельности, которая, как правило, выражается в количестве произведенных материальных благ за единицу рабочего времени. Это может быть час рабочего времени, смена рабочая, месяц, год. Вот таким образом. Количество произведенной продукции, строго говоря, называется выработкой. Количество произведенной продукции на одного работника, произведенное в единицу рабочего времени. Обратная величина выработки – это трудоемкость продукции, которая характеризует то количество труда, которое затрачено на производство единицу продукции. Эти величины обратны друг к другу, но вывести напрямую одно из другой нельзя, так как выработка зависит не только от трудоемкости продукции, но и от ряда других факторов. Это факторы организации производства, это логистические различные факторы, так называемые. То есть, то, что связано с перемещением сырых материалов, так и конечного продукта внутри предприятия или за его пределы. Производительность труда тесно связана с другой характеристикой труда, так называемой интенсивностью. Интенсивность труда характеризует то количество энергии физической, нервной, умственной, которую работник тратит на производство единицы продукции. Это называется интенсивностью труда. Интенсивность труда и производительность труда взаимосвязаны между собой, но зависимость – это нелинейная. При низкой интенсивности труда и производительность труда низкая. При повышении интенсивности до определенного момента производительность труда растет. Растет она до достижения так называемой средней нормальной интенсивности труда, при которой, скажем так, работникам выполняется максимальное количество рабочих движений, но, тем не менее, это не приводит к его крайнему утомлению, снижению внимания, росту ошибок и так далее. Если интенсивность труда продолжает дальше увеличиваться, а увеличивается она, как правило, под давлением работодателя, то это уже приводит, соответственно, к негативным последствиям. Производительность труда начинает снижаться. Снижается она потому, что, во-первых, работник начинает работать хуже. С другой стороны, производительность труда снижается, потому что растет количество брака и, соответственно, количество годной продукции на выходе уменьшается. Вместе с тем, если брать производительность труда и интенсивность труда по отношению к стоимости, поскольку мы, если мы рассматриваем капиталистический способ производства, капиталистическую модель производства, то при росте производительности труда стоимость заключенной в единице продукции уменьшается. При росте только интенсивности труда стоимость единицы продукции не изменяется, но при этом увеличивается количество потребительных стоимостей, которые производятся работникам за единицу времени. Какие факторы влияют на производительность труда? Выделяют четыре основные группы факторов. Это научно-технические факторы. Сюда относятся применяемые технологии, оборудование и вообще вся техника, которая используется при производстве. Это организационные факторы, которые связаны с организацией производства, с уменьшением простоев, улучшением связи между различными подразделениями одного и того же производства. Ну, если брать экономику в целом, то межотраслевые, естественно, связи. Структурные, которые несколько перекликаются с организационными, и, так называемые, социальные факторы. Вот к социальным факторам, их еще называют факторами, связанными непосредственно с работником. К ним относятся состояние здоровья работника, степень его работоспособности, его умения, навыки, знания, уровень его квалификации. Сюда же относятся факторы, которые выходят за пределы производства, но это возможности работника для восстановления своих сил, то есть это характер его питания, характер его проживания, уровень развития общественного здравоохранения и многие другие факторы, которые в целом определяют способность работника к труду. Вот об этих факторах, собственно говоря, идет речь в основном в моей сегодняшней лекции. Вопросы охраны труда касаются как научно-технических, относятся, вернее, как к научно-техническим факторам, так и к социальным факторам. Так как связаны как с уровнем развития производства непосредственно, так и связаны, вернее, оказывают влияние на состояние здоровья работника. Состояние здоровья работника. Какие факторы оказывают наибольшее влияние на уровень производительности труда? Безусловно, на первом месте стоят факторы, связанные с научно-техническим прогрессом. И поскольку научно-технический прогресс является, по сути, бесконечным, то есть здесь улучшение средств производства ничем не сдерживается, то и, соответственно, повышение уровня производства за счет научно-технического прогресса идет, значит, увеличение производительности труда идет постоянно и непрерывно. То, что связано с работником, те факторы, которые связаны с работником, они являются по своему определению ограниченными. Как интенсивность труда невозможно наращивать до бесконечности, потому что возникает предел физических, так сказать, и других сил человека, после которого он не может уже работать более интенсивно. Так, и достижение, скажем так, его максимальной работоспособности тоже ограничено и связано с рядом факторов, которые, собственно, определяются его здоровьем и условиями его проживания. Условиями его проживания. Но на эти факторы, безусловно, тоже можно оказывать влияние и нужно оказывать влияние. Каким фактором уделяется в первую очередь внимание зависит во многом от цели производства. Целью капиталистического производства, как мы знаем, является получение стоимости. Ну, ее форме прибавочной стоимости. Но в целом это производство стоимости. Целью производства социалистического или коммунистического, правильно сказать, способа производства является достижение полного благосостояния и свободного всестороннего развития всех членов общества. Поэтому понятно, что при капиталистическом способе производства в первую очередь уделяется внимание вопросам научно-технического прогресса и развитию средств производства. В то же время мы видим на примере развитых капиталистических стран, что вопросам охраны труда и здоровья работника также уделяется достаточно большое внимание. Чего мы не видим в современной России. В современной России, к сожалению. Почему в развитых капиталистических странах уделяется внимание вопросам охраны труда и здоровья работника? Потому что в конечном итоге вложения в эту сферу оказываются выгодными. По подсчетам Международной Организации Труда вложение в охрану труда работников окупается в среднем более чем в два раза. Более чем в два раза. То есть несмотря на то, что с точки зрения краткосрочной перспективы все вложения в охрану труда в охрану здоровья работника являются затратами то есть вычетами из прибыли то в долгосрочной перспективе это дает прирост прибыли. Почему это происходит? Это происходит прежде всего из-за того что само по себе улучшение условий труда непосредственно связано с улучшением с развитием средств производства. То есть чем совершение средств производства тем меньше они с одной стороны требуют участия человека и тем больше они скажем так отделяют человека от вредного воздействия условий внешней среды или того сырого материала с которым приходится иметь дело. Это с одной стороны. С другой стороны работники получая возможность трудиться в более гигиеничных условиях работают лучше получают возможность своего развития совершенствования своих навыков повышения своей квалификации и в том числе получают возможность творить применительно к производству то это означает рационализаторство это изобретение которое зачастую делают сами работники непосредственно участвующие в производстве и мы видим это видели это на примере советского производства да то есть очень много изобретений рационализаторских предложений делали рабочие и сейчас в тех отраслях которых идет развитие ну в частности в атомной промышленности там тоже продолжают так сказать работники не только инженеры но и рабочие изобретать и делать предложения которые в том числе и позволяют сэкономить ресурсы определенные следующий момент с чем связана низкая производительность труда в современной России прежде всего она связана с тем что высок уровень износа основных фондов он составляет на сегодняшний день почти 50 процентов почти 50 процентов 48 и 2 десятых в целом по экономике в некоторых отраслях превышает 50 процентов вместе с тем степень обновления этих фондов степень процент обновления ну в среднем составляет около 6 процентов это очень мало это крайне мало то есть основные фонды изношены они не обновляются соответственно работники трудятся на отсталом и в технологическом плане оборудования и так сказать с высокой степенью так называемого морального износа и кроме того естественно чем так сказать оборудование тем чаще оно выходит из строя тем больше времени тратится на восстановление его так сказать работоспособности то есть увеличиваются простои и это добавляется к тому что самому по себе это оборудование является низкопроизводительным в то же время вот это низкопроизводительное оборудование которое ломается выходит из строя а порой оно разрушается непосредственно в процессе работы что приводит к травматизму работников которые работают непосредственно на этом оборудовании одна из причин травматизма со спиртельным исходом это воздействие к раздвижущихся разлетающихся деталей машин и механизмов нередки случаи когда происходит обрушение просто производственных конструкций и это приводит к массовой травматизации и гибели работников работа на оборудовании с низкой производительностью с одной стороны и устаревшим оборудованием приводит к тому что у работников самих в общем-то нет стимула хорошо трудиться к этому добавляется еще низкий уровень заработной платы и отчужденность от результатов труда которые вообще характерны для капиталистического способа производства со стороны работодателя есть стремление компенсировать эту низкую производительность труда наращивая интенсивность труда то есть заставляет работников трудиться с большей интенсивностью это один момент и второй момент это удлинение рабочего дня для создания абсолютной прибавочной стоимости удлинение рабочего дня проводится основной так сказать это основной способ это использование сверхурочных так называем сверхурочный труд либо это работа за пределами нормальной продолжительности рабочего дня либо это работа в выходные либо это дополнительные смены при сменной работе чему это приводит приводит это к тому что работники больше утомляются чем нужно они не успевают восстановиться до следующей смены соответственно приводит к ошибкам приводит к повышению уровня травматизма и увеличение вот этого периода воздействия вредных факторов труда и трудового процесса приводит к тому что возрастает количество профессиональных заболеваний и заболевают профессиональными заболеваниями раньше скажем так не в конце своей трудовой деятельности да а вот даже не достигая еще границы вот своей трудовой деятельности и об этом свидетельствует ранняя смертность прежде всего мужчин трудоспособного возраста которая характерна для нашей страны понятно что сверхурочные работы которыми работники стремятся компенсировать недостаточную заработную плату выгодны прежде всего для работодателя как любое удлинение рабочего времени это дает возможность дольше использовать средства производства то есть удлинить период использования средств производства соответственно уменьшить вот то количество скажем так стоимости которые переносятся на каждое изделие для работников для работников это прямой ущерб их здоровью прямой ущерб их здоровью следующий момент если мы возьмем экономику в целом то мы увидим что вот такая низкая низкий уровень охраны труда недостаточная забота о состоянии здоровья трудящихся приводит к чему приводит к тому что возрастают экономические потери связанные с временной утратой трудоспособности это выплаты по больничным листам прежде всего это потери от того что простаивает опять таки оборудование в связи с тем что нет работников на месте что делает в этом случае государство естественно с подачи работодателя стремится уменьшить вот эти выплаты по временной нетрудоспособности и мы видим что постоянно последние годы идет этот сокращение прежде всего это касается работников с скажем так недавно приступивших к труду то есть с малым трудовым стажем вот либо работников которые часто пользуются листом нетрудоспособности к чему это приводит к тому что работники в свою очередь вот эти низкие выплаты по листам нетрудоспособности приводит к тому что работники сами перестают пользоваться этими листами они не идут на больничный лист переносят заболевание на ногах или уже обращаются в том случае когда состояние тяжелое и уже как говорится невозможно просто трудиться в остальных случаях переносят это заболевание как-то пытаются либо самолечением либо обращаясь без открытия больничного листа к врачам это рождает следующую проблему нормально не пролеченные заболевания они хронизируются происходит хронизация заболеваний и следующий шаг это инвалидизация то есть развитие инвалидности в конечном итоге и это уже приводит к тому что возрастают выплаты по стойкой вытрате трудоспособности стойкой вытрате трудоспособности здесь тоже государство идет на встречу работодателя но и прежде всего себе уже потому что здесь уже выплаты непосредственно из бюджета происходят всеми правдами и неправдами эти выплаты тоже естественно стараются сократить отсюда и проведение повторных комиссий у людей скажем так которые явно не восстановят свою трудоспособность например с потерей конечностей надо проходить периодически да совершенно верно как будто конечность у него отрастет и трудоспособность у него восстановится в конечном итоге и так далее и конечно выплаты по инвалидности они таковы что не могут поддерживать даже нормальное не то что нормальное минимальное существование человека но тем не менее потери связанные с временной и стойко отратной трудоспособности они большие и в масштабах государства это значительно кроме того естественно что люди выходя на инвалидность они уже не трудятся и теряется весь все так сказать все вложения которые были сделаны в них до этого связанные с их обучением связанные с так сказать с профессиональной там подготовкой и переподготовкой и так далее то есть все это опять-таки прямые экономические потери какой путь видится так сказать из выхода из этого критического состояния потому что мы видим что здесь одно цепляет другое путь в том чтобы внедрять новые технологии применять более совершенные средства производства для с одной стороны увеличения производительности труда с другой стороны для увеличения для увеличения для улучшения условий труда делают это сейчас работодатель не делают потому что это требует затрат требует затрат могут ли работники напрямую повлиять на этот процесс очевидно что напрямую потребовать работодателя для того чтобы он внедрял новые средства производства они не могут что могут потребовать потребовать прежде всего улучшения условий труда улучшения условий труда каким образом прежде всего это путем заключения прогрессивных коллективных договоров в коллективный договор обязательно должен входить раздел охрана труда и здоровье работников и вот подготовки к этого раздела надо подходить с особой тщательностью он является вторым по сути по важности после раздела о заработной плате для того чтобы грамотно подготовить вот этот раздел необходимо изучение условий труда на каждом рабочем месте определение вредных и опасных факторов это в общем-то с одной стороны процедура вроде как требующая сложных каких-то измерений с другой стороны многие факторы могут быть достаточно легко идентифицированы самим работникам если у него запыленность на рабочем месте он это и видит и чувствует если это загазованность то же самое если это недостаточная освещенность как вот у нас сегодня например тоже то же самое да то есть это то что можно увидеть пощупать почувствовать и так далее если его труд является чрезмерно тяжелым это тоже естественно он ощущает все на своих плечах поэтому здесь необходимо максимально привлекать работников вот к составлению паспорта рабочего места своего рабочего места второе необходимо определить что нужно сделать для того чтобы с одной стороны на данном рабочем месте сохранить здоровье да это определение спектра необходимой спецодежды это определение средств индивидуальной защиты которые нужно применять и все это должно быть прописано напрямую в коллективном договоре в этом разделе коллективного договора кроме того оценка значит этот договор должен содержать требования связанные там с внешними условиями допустим это работа в условиях повышенной температуры или наоборот пониженной температуры то есть нужно чтобы в договоре были предусмотрены помещения для обогрева и в работе соответственно должны предусмотрены быть перерывы для обогрева работников которые работают при отрицательных температурах все это должно быть самым тщательным образом прописано несмотря на то что существуют там инструкции положения которые регламентируют это но тем не менее если это не будет там прописано то потребовать исполнения от работодателя вот этих требований будет значительно сложнее следующий момент здесь же должны быть заложены моменты связанные с компенсационными выплатами работникам по по связанным с вредными и опасными условиями труда сейчас уровень этих выплат настолько низкий что не стимулирует работодателя к улучшению условий надо стремиться к тому чтобы в коллективном договоре вот эти вот выплаты были поставлены максимально для того чтобы скажем так работодатель стремился улучшить условия вместо того чтобы выплачивать эти компенсации и в том числе компенсации связанные с утратой трудоспособности связанные с вредными и опасными условиями труда следующий момент это состояние здоровья работников и здесь тоже в коллективном договоре должны быть предусмотрены затраты работодателя на восстановление здоровья работников если на предприятии существует какая-то система сохранилась допустим еще от советского времени медсанчасть какая-нибудь ну любой или профилакторий то есть опять-таки все это должно быть включено в коллективный договор необходимость сохранения вот этих структур и соответственно финансирование этих структур для того чтобы работники могли либо поддерживать либо восстанавливать свое здоровье понятно что добровольно тратить средства работодателей не намерены на поддержание здоровья работников и на улучшение охраны труда поэтому как любой раздел коллективного договора что касается раздела заработной плате что касается раздела об охране труда он потребует борьбы за его принятие борьбы в том числе с использованием коллективных действий используем коллективных действий таким образом борясь за улучшение условий труда за улучшение состояния здоровья работников работники будут бороться и за повышение производительности труда и здесь необходимо предусмотреть следующий момент мы знаем что при капитализме внедрение новых технических средств приводящие к увеличению производительности труда приводит к чему приводит к тому что сокращаются рабочие места и вот этот момент тоже необходимо учитывать в интересах работников увеличить производительность труда но в то же время добиваться того чтобы сокращались не рабочие места а сокращалось время рабочее время вот сокращение рабочего времени как раз является одной из целей борьбы в том числе из-за улучшения условий труда сокращение рабочего времени приведет к тому что работники получат больше возможностей для восстановления с одной стороны своего здоровья с другой стороны получат возможность для развития в конечном итоге это тоже положительно влияет на повышение производительности труда потому что более развитые работники которые повышают свою квалификацию которые имеют возможность творить в том числе изобретать будут тем самым повышать производительность труда на своем предприятии сейчас коэффициент изобретательства очень низкий в России очень низкий вот по данным Росстата это два изобретения на 10 тысяч работник 20 тысяч работ то есть это исчезающие мало скажем так естественно что в этих в трудясь в условиях не соответствующих гигиеническим требованиям а иногда просто в опасных условиях у нас больше миллиона рабочих мест которые вообще подлежат ликвидации в силу того что они относятся к четвертому классу опасности просто-напросто естественно что стимул к труду низкий и соответственно ни о каком изобретательстве ни о каких так сказать предложениях по улучшению своего труда здесь речи быть не может и здесь еще один аспект я хотел бы затронуть это различие в борьбе за улучшение условий труда при капиталистическом и социалистическом способе производства исчезает ли борьба за улучшение условий труда при социализме очевидно что нет потому что просто с переходом к непосредственно общественного характера производства кардинального скажем так улучшения сразу условий труда не произойдет не произойдет и здесь необходимо будет продолжать эту борьбу продолжать эту работу прежде всего путем внедрения достижений научно-технического прогресса увеличение степени автоматизации процессов увеличение степени применения роботов различных что с одной стороны приведет к улучшению условий труда к увеличению производительности труда с другой стороны к улучшению и изменению вообще условий труда в том числе для рабочих то есть тех кто трудится непосредственно в производстве материальных благ когда между веществом природы и человеком который непосредственно обрабатывает становится уже не механизм а становится робот и человек управляет роботом то есть в основном будет осуществлять уже то есть труд становится более умственным чем физическим и следующий момент который тоже остается при социализме и то что требует дальнейшей борьбы это борьба за дальнейшее сокращение рабочего времени и увеличение свободного времени в конечном итоге именно увеличение свободного времени приведет к уничтожению классовых различий и достижению такой цели как полный коммунизм благодарю за внимание спасибо за заботу конечно важный вопрос и Денис Борис с экономическими глубокими выкладками нам прочитал хорошую лекцию пожалуйста какие вопросы Денис Борисович Даня Николай пожалуйста Денис Борисович есть ли какая-то статистика в каких отраслях скажем народного капиталистического хозяйства наибольшая производительность труда на сегодняшний день если верить нашей статистике то наибольшая производительность труда у нас сейчас в банковском деле там на единицу так сказать трудящегося наибольшая приходится масса так сказать в долларовом эквиваленте там нет но тем не менее для в реальном производстве реальное производство это добывающая в основном промышленность вот остальные все идут с значительным отставанием с значительным отставанием там если для добывающей это насколько я помню порядка 50 тысяч долларов на одного работника то допустим сельское хозяйство порядка 12 то есть разрыв большой и отставание скажем так у нас в сельском хозяйстве и в обрабатывающей промышленности значительное от развитых индустриальных стран в добывающей тоже отставание везде отставание везде наблюдается естественно спасибо так еще какие вопросы у меня такой у меня такой вот производительство да там технический прогресс все это хорошо но ведь это ведет к катастрофам вот пример чернов это вопрос не не вот я скажу согласно марксу при освобождении все будут рабочими все вопрос вопрос какой а вот говорит ну наступит коммунист они получат наоборот страшная катастрофа как раз обратный результат вот это вопрос ну надо как-то обосновать молодец да благодарю за вопрос я попробую я думаю что понятен это и лень освещал грозящие катастрофы как с ней бороться и конечно Денис Борисович он понял вопрос пожалуйста Денис Борисович но сейчас я уверен не так значит вопрос заключался в следующем две как бы две посылки в этом вопросе прозвучало первое это то что научно-технический прогресс ведет в конечном итоге к катастрофам да это раз второе это то что все должны стать рабочими а отнюдь не так сказать ну перейти больше к умственному труду да то есть чем к физическому и вопрос заключается в том что собственно так ли это да первое конечно научно-технический прогресс не обходится без каких-то катастроф техногенных не обходится но мы видим что по мере того как развиваются вот эти вот средства производства по мере того как они развиваются они становятся более безопасными более безопасными и скажем так на современных атомных станциях вот такой аварии как произошло на Чернобыле произойти не может уже в силу изменения технологии раз если мы возьмем аварию на Фукусиме допустим да то вот наши допустим атомщики говорят что если бы мы построили по тем технологиям которые мы сейчас применяем эти станции даже в сейсмоопасной зоне то опять таки вот такой утечки колоссальной радиации не произошло то есть в сфере допустим атомной энергетики идет постоянное повышение уровня безопасности и сейчас во многом во многом ядерная энергетика она сдерживается искусственно мы видим что в тех странах где так сказать пытаются построить атомные станции в том числе наши атомщики сразу разворачивается компания против того что не строит вот в Болгарии допустим против Белены строительства атомной станции а эта станция обеспечила бы полностью электроэнергию и сняла бы всю Болгарию и сняла бы зависимость так сказать от стран соседних которые в нее экспортируют конечно это невыгодно потому что энергобезопасность и энергонезависимость страны она совершенно ее поднимает на другой уровень ну и плюс конечно сдерживает вот развитие ядерной энергетики обилие углеводородов их много так сказать надо использовать их и здесь интересы нефтяных и газовых компаний конечно они все это так сказать придавливают поэтому идет прогресс вот в том числе и в этом плане в плане не только увеличения производительности но и в плане улучшения безопасности показатель что касается второй части то мы видим что даже сейчас уже уже сейчас во многом рабочие совмещают функции но во всем случае высококвалифицированные совмещают функции как рабочего так и инженера по сути дела особенно вот это касается работы на современных станках с ЧПУ да где фактически должен рабочий составить вот этот алгоритм обработки то есть это в большей степени так сказать интеллектуальная работа уже умственная работа и в этом направлении дальше будет происходить движение машины становятся все более и более умными и для того чтобы на них работать квалификация тоже должна возрастать уровень знаний и так сказать понимание техники так я понимаю эти вопросы вам представится возможность если захотите выступить пожалуйста у нас же будут выступления пожалуйста вопрос Денис Борисович такой вопрос значит советское время существовало научная организация труда есть ли что подобное сейчас в России то есть работали выпускались книги по научной организации туда были нормирования по выпуску допустим документации и так далее есть ли сейчас подобное в связи с комплективизацией и так далее то же говорят компьютеры поставили работаете то есть пенсина спасибо спасибо за вопрос конечно после реставрации капитализма то есть 90-е годы вся эта система она была фактически разрушена и сейчас говорить о том что есть какая-то стройная система научной организации труда наверное не приходится возможно скажем так это сохранилось в отдельных отраслях где ну просто невозможно обойтись без организации труда потому что вот как уже товарищ заметил это приведет к катастрофам это та же самая атомная энергетика потому что ну ряд сказать то что связано может быть отчасти с военно-промышленным комплексом то есть там где во-первых сохранилось производство а соответственно сохранилась и надстройка и с другой стороны уровень организации исходный тоже был достаточно высоким вот этой научной организации труда конечно сейчас с одной стороны на основе компьютеров это можно было бы наверное организовать более скажем так на более высоком уровне но к сожалению мы этого не наблюдаем и по результативности по эффективности нашей экономики мы не видим что в целом эта система научной организации труда применяется сейчас какие виды борьбы улучшения организации труда так вопрос какие виды борьбы трудящихся улучшения организации труда ну как я сказал в своей лекции основной вид борьбы в настоящее время который действительно является эффективным и это апробировано практикой практикой это борьба за заключение прогрессивных коллективных договоров мы видим что на тех предприятиях которые работники которых добились заключения этих договоров это докеры ПТК-1 Петербургского морского порта это работники завода Форд и там где есть договора где прописаны вопросы охраны труда и улучшения условий труда мы видим что и другие скажем так другие разделы договоров также улучшают положение работников это основной способ добиваться естественно этого нужно в том числе с применением коллективных действий другие какие-то меры другие какие-то способы скажем так митинги они в общем-то являются малоэффективными от того чтобы выйти на улицу с плакатом даже если там 100 человек выйдет в лучшем условии труда на таком-то предприятии наверное они от этого не улучшатся если извините меня система штрафов даже система выплат для работодателя ничего не стоит потому что они в общем-то небольшие то есть государство не может принудить работодателя даже исполнять то что он должен по закону то принудить его с помощью просто каких-то выступлений практически нереально поэтому необходимо наступать на кошелек давить на самое больное место работодателя на его кошелек это единственный способ у меня есть вопрос поскольку десятки тысяч предприятий были разрушены но ведь и десятки тысяч у этих предприятий как правило были пионерлагеря профилактории санатории куда работников отправляли и там проходили и диспансеризацию проходили определенный курс лечения профилактику а сейчас этого нет вы как так этот вопрос ставили у нас же принято вообще ставить вопрос на уровне Михаила Васильевича и с его подачи и Владимиру Владимировичу задавали вопросы по разным актуальным вопросам экономических вопросов промышленности развития по налогообложению ставились вопросы ставились вопросы о марционных отчислениях о энергосберегающих лампочках и Дмитрия Анатольевича Медведева тормошили вы перед Вероникой Скворцовой которая возглавляет министерство здравоохранения как-то пытались ставить вопрос или нет это же не порядок что сокращается санаторий профилакторий и тенденция такая при заводах раньше же помните были и поликлиники это же больницы были все же сокращается непрофильные активы вы ставили такой вопрос или нет спасибо это вопрос ответ на этот вопрос очень простой все что вы перечисляете не относится к ведению министерства здравоохранения поэтому ставить вопрос о сохранении вот этих учреждений перед министерством здравоохранения просто это не по адресу это все относится к ведению отраслевых этих в лучшем случае но на самом деле если нет все это все это находилось извините меня в собственности вернее перешло в собственность вот этих предприятий поэтому вопрос можно ставить только перед собственниками а кто должен поставить только работники которые работают на этом предприятии профильные активы ну совершенно верно они от них и избавлялись и избавляются но так сказать умные собственники они использовали вот эти ресурсы в том числе для коммерческой деятельности допустим мы видим примеры медсанчастей бывших да ну и нынешних собственно говоря те же самые адмиралтейские верфи которые превратились в процветающее такое коммерческое медицинское учреждение поэтому те кто наоборот так сказать поступил правильно со своими непрофильными активами те собственно говоря сохранили и само предприятие а если предприятие разрушается все остальное тоже разрушается но опять таки это все не подконтроль на министерство здравоохранения они контролируют как бы медицинскую часть а что касается организационной хозяйственной части они министерство здравоохранения это не контролирует точно так же как так сказать ведомственные медицинские учреждения допустим министерство чрезвычайных ситуаций да вот у них есть свои медицинские структуры но они не подчиняются министерству здравоохранения если завтра министерство решит закрыть их то никаких препятствий составленные министерства здравоохранения у них к этому не будет то есть надо больше ставить вопросы перед председателем правительства так я понял ну видимо да вам вам виднее в этом вопрос вы ближе к этим сферам пожалуйста еще какие вопросы все так переходим к выступлениям пожалуйста кто желает выступить так Михаил Васильевич пожалуйста ну вот мы не первый раз обращаемся к вопросам условий труда я думаю что для человека так сказать неглубоко разбирающийся в политике или в политических вопросах или в теории может показаться что мы как бы уходим от политических проблем уходим от острых каких-то вопросов и сводим в делах таким более бытовым вопросом здоровье самочувствие усталость и так далее но вот если мы подразмем самую главную конечную цель всего движения рабочего класса оно состоит в уничтожении классов а что нужно для уничтожения классов для уничтожения классов надо уничтожить и различия между городом и деревней условия труда очень сильно отличаются в городе и в деревне раз и надо уничтожить различия между людьми физического и умственного труда а вот этот вопрос об условиях труда вот эта вот магистральная дорога по которой можно решить эту проблему без нее даже переход к социализму и прекрасное развитие и повышение производительности труда не даст уничтожение классов и не даст перехода к полному коммунизм вот это вопрос в общем-то самый главный вопрос коммунизма я хочу еще раз я уже как-то однажды цитировал еще раз хочу процитировать то положение которое содержится в великом почине Ленина где он говорит о проблеме условия труда он говорит что Карл Маркс в капитале издевается над пышностью велеречивостью великой хартии вольностей и прав человека над всем этим фразерством о свободе реальности и братстве вообще которое ослепляет миссиан и филистеров всех стран вплоть до нынешних подлых героев подлого Бернского интернационала Маркс противопоставляет этим пышным декларациям прав простую будничную постановку вопроса пролетариатам государственное сокращение рабочего дня о чем я сказал поменьше болтовни о свободе равенстве братства и народовласти сознательный рабочий и крестьянин наших дней в этих надутых фразах завидя благообразную внешность и физиономию благородного человека сразу и безошибочно определяет по всей вероятности мошенник формула настоящего коммунизма отличается от пышного кичеренного торжественного прозеркства каусских меньшевиков с их милых братцами из Берна тем что они сводят все к условиям труда вот вывод который сделали все формулы коммунизма сводятся к улучшению условий труда условия труда поэтому эта проблема далеко выходит за рамки темы доклада тема доклада была сужена из-за того что нельзя все вопросы в одном докладе рассмотреть и она сужена применительно к составлению коллективных договоров когда составляются коллективные договора на переговорах работники должны доказать работодателю и показать ему если у него есть какой-то более-менее разум если он более-менее умный или толковый хотя бы предприниматель то ему надо заказать что улучшение условий труда работников ведет производительность труда а дальше уже предприниматель сам должен додуматься что повышение производительности труда что означает что одна и та же зарплата работников распределяется на большее продуктов большее количество товаров значит в одном товаре содержится меньше заработной платы Значит, издержки производства на товар сокращаются, а раз издержки производства на товар сокращаются, увеличивается прибыль. Вы хотите, чтобы у вас прибыла была больше, улучшайте условия труда. Вот, собственно, можно было так сказать и так поставить этот вопрос. И я думаю, что на переговорах именно так и нужно ставить вопрос, потому что агитировать капиталистов за коммунизм на переговорах по условиям труда бесполезно. Вот мне приходилось на слышанных в Думе выступать по проекту Трудового кодекса России. Я так вот думал, я сейчас приду в эту Думу, где сидят на 99% представителей работодателей. Я им буду рассказывать, какой Трудовой кодекс нужен работникам. Поэтому я построил свое выступление так, что вот вы хотите быстро ехать на коне, ну, если вы будете коня кормить не овсом, а гнилой соломой, значит, конь упадет, а вам сломает шею. Поэтому надо сделать нормальные условия труда и нормальные трудовые права для работников, иначе вы сломаетесь и шею. Ну, вот на этом языке с ней можно разговаривать. И нужно разговаривать. Хотя мы должны понимать, что уже в условиях капитализма можно добиться улучшения условий труда, и даже если это ради, так сказать, производительности труда, производительность труда – это всеобщий показатель. Она не только прибыль капиталисту дает, она создает базу для того, чтобы, как говорится, богатство лились полным потоком, и чтобы можно было сократить рабочее время и тем самым решать проблему социального неравенства. Поэтому и для капиталиста это выгодно, а для работников это выгодно не с точки зрения вот этих ближайших интересов, а с точки зрения магистральных коммунистических интересов. Поэтому я думаю, что это вот очень важная тема, очень важная проблема, мы должны это все понимать. И я думаю, что Денис Борисович очень хорошо подготовил доклад, он охватывает разные моменты. Это нам всем очень интересно и полезно. И, в общем, он заслуживает того, чтобы это вот обдумывать, работать над этим дальше. И даже он заслуживает того, чтобы вот шире как-то развивать эту пропаганду. Потому что у нас, если вы возьмете так называемый спектр политических и теологических боев, споров и так далее, там о чем только не спорят. И если у капиталистов на последнем месте условия труда рабочих, то получается, что у некоторых наших коммунистов, записных, условия труда рабочих тоже на последнем где-то месте. И у рабочих на последнем месте, они готовы удавиться, пропасть, заболеть и умереть за зарплату. Очень легко решить эту проблему. Давайте вы будете работать 20 часов в сутки и получать полмиллиона в месяц. Ну, мы с вами просимся через два месяца. Вот и все. Поэтому тут, как говорится, есть такой прием доведения, так сказать, до противожности. Вот, пожалуйста, оплата будет большая. Но она ничего не стоит, потому что, если вы потеряете здоровье, вы потеряете семью, вы потеряете жизнь, вы потеряете детей. То есть вы потеряете все. Поэтому погоня за зарплатой или выставление на первый план зарплаты во всех наших, так сказать, вопросах, в борьбе, в коллективных действиях, ну, тоже нельзя. Имеется в виду, при данных условиях большую зарплату или при данной зарплате, значит, лучшие условия и более короткий рабочий день. У нас какая неделя рабочая? У нас не сороковая рабочая неделя, у нас по трудовому кодексу до сорока. Поэтому в коллективном договоре можно установить 35. И не сокращать людей в связи с тем, что нет работы. Ну, нет работы, значит, будем работать по 7 часов. Еще меньше работы, по 6 часов будем работать. А зарплату, будьте добры, оставить на этом месте, потому что снижать нельзя, это противоречит Конституции. Я думаю, что вот в этом плане люди, которые у нас выступают как рабочие корреспонденты, вот вы написали заметку такую? Напишите им, по-двоему, где? Ну, у вас же есть позиция по этому поводу? Напишите заметку, чтобы можно было где-нибудь ее опубликовать, найти и поискать. Ну, сначала надо ее написать, поработать в этом плане. Вот, у вас есть желание высказаться? Не надо этому препятствовать. Если есть желание высказаться, берите бумагу и сразу пишите. То есть не дают высказать? Вот те, кто не пишут, те, кто не пишут, они все время объясняют, почему они не дают высказать. Как, Ники? Все, я начинал уже 10 лет. Так, подавите, подавите. Есть сейчас выступающие. Правильно, женовар, женовар, все. Ну, есть же порядок во всем, в том числе и в этом. Пожалуйста, Михаил. На этом у меня все. Спасибо большое. Спасибо. Так, кто еще желает высказаться? Я не могу. Да, пожалуйста. Пожалуйста, берите микрофон. Пожалуйста, берите микрофон. Вы говорите, что коммунизм есть уничтожение не класса. Вот где тут лойка, где диалектика. Но не будет классов. Значит, нет классовых противоречий. Нет противоречий, нет развития. Это у нас уже было. Брежневский застой. Там всякие такие исторические личности, как Валентина Гаганова, как всех научил, как всех узелок. Там он наш ситер, дурень. Ну, в магазинах ноль был. Понимаете? Такого нет. Нет было. Наших мы не было. В ваших не было. В Саратове, в Астрахани было. Вот у качества. А сейчас чего? Сартака у нас есть. Погодите. Да, потом. И все сразу же говорили. А где лойка, если вы хотите? Вот. Он мне газету принес, там она у меня лежит. У меня ваша газета, кстати. Мне дадут говорить, нет? Без обратных. Не мешайте говорить. Вот так. Дайте выставку. Вы видите, понимаешь, если я не люблю, но не поддерживаю. Не дадут говорить. Могут, не дадут. Ужас. Пишет Волович, самый Воловик, как это я точно. Волович есть. Да, пишет. Слушай, дети, Волович. Человечество должно осознать, осознать, что только тогда будет просветание всего человечества. Если самый угнетаемый класс, рабочий, возьмут власть. Как просто. Надо, чтобы черепаха быстрее всех побежала. Чтобы кролики передушили всех тигров. Чтобы баран стал царем зверей. И тогда такая жизнь в лесу будет. Ну, в те кисти будут травку есть. А ты не хочешь власть, дед? Погоди. Не перебивайте. Это библейские утопии. И последние будут первыми. Ну, наберите бомжей на помойках. А что вы хочешь? Ну, дайте говорить мне ее. Не перебивайте нам, подолго. И скажите, кто был ничем, то встанет всем. Ну, что вы добьетесь? Бомж, он и есть бомж. И это не обязательно, чтобы, может быть, дворянин. Но быть человек низшего порядка. Митрофанушка, Обломов, Манилов. До черта. Ну, Ленин был дворянин. Действительно. Да. А может быть, выкатся на Синезовство. И прорваться на вершину власти. Менешков, например, Гришка Отрепев. Или можно там Кулибином стать Ломоносовым. Но люди-то не равны. А вы хотите классы уничтожить. И у вас это не получится. Государство хотите? Государство нельзя ничего. Невозможно. Оно стихийно образуется. Государство есть то самое единство, где встречаются классовые противоречия. Оно всегда в армии. Трех солдат посылают мусорную кучу разгребать. Сразу Иванов за старшего. Вот уже государство. Сразу, чтобы был единоначальник. А вы хотите... И какая там чушь, не знаю, год или вы там уже подредактировали. Да, мы с ним вместе. Ну да, правильно. Что даже государство отомрет, даже демократии не будет. А что будет? Общественное самоуправление. Вот соберутся миллиарды людей, и за кружкой пива сразу быстро решат глобальные проблемы. Как морской шереп используются, как Антарктида. В момент. И главное, никого принуждать не надо будет. И армии не будет, и насилия никакого не будет. Надо, чтобы только рабочие взяли власть. Самые отсталые люди взяли бы власть. Какая тут логика? Спасибо. Кто работает, кто и есть. Ну, наверное, так как. Нет больше желающих выступить. Так, пожалуйста. Ну, выступить. Выступить. Потом я скажу. Ну, заключительное выступление давайте так. Потому что есть на все лимит у нас как-то. Так, пожалуйста, Николай, и потом заключительное. Одинственное, что я хочу сказать, если я считаю всех рабочим и быдлом, то, конечно, в вашем понимании, вообще-то, как вы говорите, опустившись лишь бомжи, это не пролетает, это люмпин пролетариат. Это опустившись и есть во все времена. Вообще-то пролетариат рассматривается как организованный класс. Большая группа людей. То есть, довольно сознательно. Кто рассматривает? Само развитие истории, не надо брать, как будто вы это придумали. И Маркс, это не разно. Если вы Маркса читали внимательно, наверное, вы его не поняли немножко. Здрасте. Подарите. Здрасте. Ну что, подарите. Зачем вы тогда все вместе? Выступает один, все остальные слушают. А мне даже как вас снимать, как все слушали. Я лизусь этого, пожалуйста. Не дадут вам больше одного слушать. И мне не дадут. Не дадут. Очень жестко. А то эти работи у меня насмотрелся. Мы... Ну, пожалуйста. Я перебиваю. Я не могу когда-нибудь перебивать. А большевисты и ораторы выступали, когда к меньшевике перебивали? Перебивали. Меньшевики у нас тоже есть, я гляжу. Ну, поэтому буду... Я хочу, чтобы у меня осталось детей. Вам повезти, вас тренируют. Ну ладно, извини, говори, я не буду больше. Конечно, мы когда говорим о... Данной ситуации, как говорили классики, мы должны рассматривать в той действительной ситуации, которая у нас есть. А действительная ситуация у нас сегодня такова, что положение, если мы будем, опять же, работой и Маркса, и Ленина считать, особенно предрегуляционный период 1900-х годов, хотя еще Российская империя находилась на самом начале своего капиталистического пути, то, конечно, рабочие организации были гораздо сильнее. И те трудовые завоевания, трудовых коллективов, то есть репролетариат были гораздо больше. Те же фабричные заводские комитеты имели гораздо больше прав на тот период, чем сегодняшний, в котором даже нет упоминаний ни в одном предприятии. Почему это происходило? Опять же задавал вопросы, я опять расскажу. От того именно реакционного шага, на который прошел контрреволюционный, который произошел в 90-х годах, когда, в общем-то, искусственно большая крупная собственность, вопреки историческому развитию, была раздроблена и поделена на много-много мелких собственников. То есть мы как бы вернулись, где-то на 150, в период такой свободной конкуренции, когда много собственников, много малых предприятий. И теперь, хотя мы, вопреки развитию капитализма, концентрации капиталов, концентрации собственности, наше правительство, прекрасно понимая, что такое все-таки укропнение собственности, это возрастание пролетариата, оно пытается всеми силами, вопреки логике, опять же, развития капитализма поддерживать, так называемый, малый и средний бизнес. И, в общем-то, это удается на последние данные, половина экономики, 30-40%, приходится именно на малый и средний предприятий, в которых работает, но в лучшем случае это коллектив 100 человек. Борьба от своей прав, в том числе заключение коллективного в договора в коллективе до 100 человек является весьма проблематичным. Это закончится очень быстро, тебе хозяин скажет «До свидания», и вы уже уволен, будет на следующий день. То есть, заключить какие-то свои требуют права будет очень сложно в том случае. Опять же, если мы посмотрим, как я спросил, где условия труда лучше, где прогресс, например, как мы опять же говорят, капитал устарел, а я говорю «Нет, все-таки». Капитал всегда устремляется в ту отрасль, где имеется наибольшая прибыль или превышающую среднюю норму прибыль. Вот сегодня на сентябре учителяет добывающая промышленность, и там, в основном, сейчас мы видим добывающее отрасль, это нефтегазовая отрасль, наибольшая концентрация капиталов. И при этом надо признать, там и лучшие условия труда. Я специально занимался вопросами, с людьми разговариваю, те, которые работают на аниферогазских предприятиях в условиях Крайнего Севера. Условия труда рабочих прекрасны. Это, во-первых, усиленное питание, это, во-первых, условия труда. Допустим, человек, который живет в благоустроенном прекрасном вагончике, причем рядовые, это водители, то есть рабочие, бытовые условия прекрасны. Причем, если человек, допустим, пригорела лампочка, он не может, как любой мужчина, завернуть, но это запрещено уставом внутренним этих компаний. Допустим, у Койла, Газпрома и всеми остальными. Приходит определенный человек, который занимается, только вот он электрик, он занимается электрик, то есть разделение труда очень сильнее. То есть и травматизм там минимальный при этом. Мы это вот увидим в зависимости от крупного производства, и отсюда идет и прогресс именно в крупном производстве. Допустим, если люди туда набирают специальная служба, это пожарная охрана, с бывших офицеров, с бывших пенсионеров. Так вот, за все время, когда человек едет уже порядка 5-7 лет, ни одного инцидента с возгоранием, как вы знаете, нефти, нефтепродукты, весьма возгораемые, даже в условиях Крым Севера, не было и не происходило. То есть охрана труда, техника безопасности только высоки в этих производствах, в том числе и заработная плата, которая считается, конечно, для рабочих, по сравнению с нищенской, которая во всех других отраслях, в том числе и прорабатывающей, является как бы для людей, которые считают, что зарплата в 50-60 тысяч в месяц за полярным денег рун очень даже большая. Но на самом деле мы знаем, что в условиях кризиса не так и много. При этом условия охраны труда на довольно высоком уровне находятся. И из-за этого крупные капиталисты, которые вкладывают в большие свои капиталы, находятся на должном уровне. И опять же прослеживают связь, что где крупная промышленность, там и более прогрессивное развитие идет, в том числе и в охране труда. То есть опять мы должны приветствовать всеми силами развитие крупной промышленности. И всеми силами, конечно, то, что делается искусственно у нас, по самой логике даже капитала, идет реакционная форма. И, конечно, сейчас мы когда-то форма, мы больше в кризисах, когда идет разорение всех этих мелких предпринимателей, мы должны, конечно, людям объяснить, что это более прогрессивная форма. Чем быстрее все рынки, тем будет больше крупных предприятий, чем сконтрируется капитал, будут и более крупные коллективы, где уже тогда можно уже бороться организованно со своей правой, в том числе и, в первую очередь, за улучшение качества труда. Спасибо. 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 Да, за то заключительное слово. И это не будет. Слава богу, товарищи. Благодарю всех за вопросы и за содержательное выступление, особенности Михаила Васильевича, который, как всегда, обобщил, так сказать, и на высоком теоретическом уровне, и идейном уровне, и, так сказать, подчеркнул, может быть, те моменты, которые я не совсем, скажем так, четко изложил в своем докладе. Хотелось бы, конечно, отметить тот факт, что рабочий класс не является отсталым классом. Он является классом, который находится в наихудших условиях в системе общественного производства. В том числе это выражается в наихудших условиях труда. И даже если мы возьмем ту же самую добывающую отрасль, то добыча у нас проводится не только нефть и газа, где ничего не могу сказать за счет работы на импортных буровых установках, на импортных, так сказать, газодобывающих установках, где класс безопасности, естественно, выше. А это все не наше оборудование, но, извините, не на наших заводах сделано. И оно сделано было не для наших рабочих. Поэтому и класс защиты там, и охрана труда выше. Потому что это было сделано для, скажем так, для своих в большей степени. Но есть и другие добывающие отрасли. Это угольные, угледобывающие, это добыча торфа. И здесь количество рабочих мест с вредными, опасными условиями труда составляет 77%. 77%. Я уж не говорю про те, так сказать, эксцессы, которые Иван Михайлович в прошлой лекции рассказывал, про копанки так называемые. Это же тоже добывающая промышленность. У нас, так сказать, такого нет еще. Хотя я и допускаю, что где-то на, скажем так, заброшенных каких-то жахтах и таким образом тоже ведется добыча угля. Вот. Поэтому не надо преувеличивать, скажем так, такую вот благотворительную деятельность капиталистов по охране труда своих работников. Да, они понимают, что те из них, которые, так сказать, вкладывают что-то в охрану труда, что в конечном итоге пренебрежение может обойтись очень дорого. Да. Но это связано не столько с самими работниками, сколько с тем, что есть опасность разрушения всего вот этого комплекса, да, так сказать, и так далее. И тогда убытки будут значительно больше. Но, безусловно, на крупных предприятиях, конечно, и условия для борьбы за свои права и в целом условия труда пока и сохраняются на более высоком уровне, чем на предприятиях, так называемых, малого и среднего. И мы знаем, что значительное превышение травматизма идет на малых предприятиях, значительная смертность превышает от несчастных случаев именно на малых предприятиях, так называемых. Ну, а государство продолжает их поддерживать. Вот буквально последняя новость, что 17 миллиардов в этом году будет выделено на поддержку малого и среднего бизнеса. То есть это все будем продолжать. И любого, послушайте, буржуазного политика, он непременно, вот после того, как скажет правильные, так сказать, слова о необходимости развития промышленности собственной, да, там, о импортозамещении. Ну, нет, нет, да вернет вот это вот словечко про малый и средний бизнес, который, ну, вот без него просто никак не обойтись. Рассказывают, причем интересно, что рассказывают про успехи того же Сингапура, да, там сказать, ну и вообще вот Юго-Восточной Азии, про огромные кластеры, там, на много километров тянущиеся промышленные зоны, крупнейшие, и в то же время поддержка малого бизнеса. И как-то это все вот буквально в соседних фразах. Они развивают там крупную промышленность, а мы будем развивать малый, это наш путь. Вот. Наш путь. Понимаете? Причем, какого, да, какого ни возьми, так сказать, весь спектр вот наших буржуазных политиков, они все заботятся об этом малом бизнесе. Поэтому, конечно, рабочие должны в своих интересах, прежде всего, бороться и за сохранение своих собственных предприятий. Потому что, если они закроются, то дальше уже говорить о каких-то условиях труда просто бессмысленно, как вот у нас закрылся сейчас завод. Ну, приостановили работу, фактически, да, ну, фактически он закрылся, это General Motors. Все, работники на улице. Мы их видели, так сказать, их борьбу как-то нет, не видели. Вот. Но то же самое Ford, на нем идут сокращения, но завод не закрыт, тем не менее, и борьба продолжается, и они, у них пять трудовых конфликтов одновременно, по каждому из которых они могут объявлять забастовку. То есть, люди имеют в руках инструмент для борьбы за свои интересы. За свои интересы. Поэтому здесь не нужно ждать милости от работодателя. Нужно, так сказать, брать эту инициативу в свои руки, заниматься составлением, да, это не так, может быть, интересно, как, сказать, сходить куда-нибудь на митинг, там, выступить с зажигательной речью, всех призвать, так сказать, бороться за социализм, но, или, там, встретиться с СССР, там, это все не так увлекательное, как сесть и попытаться составить прогрессивный коллективный договор, применительно к своему предприятию. Эта задача непростая, но вполне выполнимая. Тем более, что есть образцы этих договоров, они доступны, вот образец, так сказать, непревзойденный сейчас пока еще договор докеров, он размещен на сайте фонда Рабочая Академия. И те из вас, кто его не видел, я рекомендую вот его посмотреть и посмотреть, как там составлен раздел по охране труда. Это фактически методичка, как нужно составлять вот этот раздел. Все, так сказать, в руках работников. А что касается того, победит ли рабочий класс, мы знаем, что в истории уже было это. он уже победил один раз. И победит еще раз. И победа будет окончательной. Благодарю за внимание. Дорогие товарищи, вот Денис Дегтярев передает эстафету профессору Огородникову Владимиру Петровичу. Следующее занятие в четверг, 9 числа, также в 19 часов. Как, Михаил Владимир Петрович, правильно, тема у Огородникова звучит? Нет. Борьба с антинаучным мировоззрением. Ну вот, так что, спасибо, до следующего четверга.